Я хотел бы выполнить приятную функцию, поблагодарить те организации и тех людей, которые благодаря которым этот замечательный форум удалось сделать. Это генеральный из курсов нашего форума «Газпромбанк» и конкретно аббазинца Алексея Александровича, Рафина Алексеевна Владимировна, князь Андрея Борисовича, форума Павла Юрьевича. Сбербанк Российской Федерации, официальный парнем спонсора форума «Златки» Столы Юрьевича, плюс вновь Алексея Наголевича, Тумаченко Александр Владимирович. Группу ММВР, а теперь ММВР ФТС Аградия Долбэна Аберловича, Потемкина Александра Ивановича, Мария Игоревича, национальный, теперь уже вообще центральный из Италии, генеральный директор Астанин Наголевич. Номос Банк в лице Романа Викторовича Киркова, Межэконом Банк в лице Дмитрия Владимира Александровича, Дмитрия Сергея Петровича, Карпова Юрьевича Станислава. Компания «Веронин» в лице Федора Василия Игоревича и наших уважаемых международных партнеров и спонсоров компании «Эртстрим» и «Европея». Спасибо большое. Слово представляет самодорожность секции Российского Совета «Репорт» Ашлицова Сергея Анатольевича. Мы видим в презентации наших коллег из «Эртстрима Европея», что такое трехсторонний репорт, мы видим усилие G20 по созданию репорт-центрального контрагентства, об этом тоже сегодня будем говорить. Ну а каким же рынок стал сегодня, в этом году, я хочу предоставить слово Игоря Ивановичу, который традиционно сделает 10-минутный обзор. Мы проводим это исследование уже третий раз. Сейчас методика проводится каждые полгода. Методика разработана была специальной рабочей группой Рамы Российского Совета «Репорт» на основе методики ГИКМА. ГИКМА уже 21, с этого метода будет 22, который проводится также каждые полгода. Сроки у нас примерно совпадают. Мы проводим его с периодом... Можно сразу? Соответственно, сейчас отчетный период, это у нас с 1-го месяца выхода по 31 мая 2011 года. Соответственно, по сути, видимо, тоже это цикл декабря и декабря. Исследование у нас проводится для того, чтобы увидеть состояние рынка динамики. И проводится оно примерно тем же, как в исследовании европейского рынка «Репорисика». То есть это объем операции, «Репорт», объем задолженности, очень важный параметр полусторонних частей, действующих «Репорт», количество сделок контрагентов, состав контрагентов, виды сделок, валютных сделок, виды обеспечения, сроки и порядок оформления, что тоже у нас достаточно важная тема, то есть на основании какого документа заключаются сделки «Репорт» между участниками. Соответственно, поскольку у нас достаточно большая история пребрежения этого исследования, мы для того, чтобы обладать, сравнивали первый результат, результат первого исследования с биржевым проектом, который все же составляет у нас основное, биржевое представляет основную часть сделок «Репорт». Сейчас уже у нас есть некоторые результаты предыдущих исследований, с которыми можно сравнивать. То есть нарапливается базу, что очень хорошо, и, соответственно, добавляет ценности этому исследованию. Ну, я еще раз хотел бы признать в Министеринфа, за большую работу, как уже была проделана при сборе, и когда у нас идет работа, для того, чтобы этих исследований было. Теперь уже перейдем к последствиям цифрам. Соответственно, объем «Репорт» брута, я подчеркиваю, то есть это объем операции с двух сторон, за этот период составил 71 миллион рублей, количество сделок около 900 тысяч, объем задолженности на последнюю дату, мы уже рассматриваем в этот период отчетного, на целое 36 соток миллионов рублей. Количество участников исследований, 79 организаций было, выникло участников исследований, это очень хороший показатель, вы видите, например, в последнем исследовании хватило 55 организаций, соответственно, про период исследований говорили. В динамике, если посмотреть, естественно, сравнивая с предыдущим исследованием, вы видите, что рост составил почти 17%, объема рынка, рост задолженности и того больше, почти 30%, в принципе, уже вчера отмечалось, что объем, что рынок его динамично растет, и при этом его объемы, на самом деле, стали существенно больше, но они, допустим, были три года назад. Но опять же, уже не такая ссылка к вчерашней панели, которая сравнивала эти два момента. Количество сделок тоже выросло, но сравнивая, по-другому, по-другому, 7%, по-другому, 8%, и количество участников исследований на стабильность 7 миллионов рублей. По видам контролементов, здесь вы видите развертся двусторонние ИПО, между участниками ИПО «Сланка России». Опять же, за этот период, который мы рассматриваем, ИПО «Сланка России» практически не использовался, естественно, в отличие от того, что мы видели последние пару месяцев. И, в общем, на самом деле, сильно изменилось эти соотношения с вторым церковным цветом. Если сравнивать с биржевым рынком, то примерно такие эти цифры мы видим. Если, соответственно, говорить про некоторые уже выводы по первому разделу, по контролементам, то понятно, что и по общим данным, и понятно, что очень динамичный рост. Причем, если мы посмотрим последний период времени, поскольку сейчас уже у нас в декабре, и уже в принципе доступны по биржевому ИПО более свежие цифры, то этот рост продолжится. Естественно, что немножко изменилась пропорция по контролементам, потому что у нас в октябре годы операции «Сланка России» уже превышала 40% в общем объеме ИПО, а в ноябре 50%. Так вот, если рассматриваясь ИПО только между участниками, то рост привысил 10% от этого бежевого уже периода с июня по декабрь и в сравнительстве с тем периодом, о котором мы сейчас говорили. Ну а если, соответственно, общий РИПО брать в Банк России, то там, соответственно, рост примерно порядка 50% от объема РИПО, именно, еще раз опять говорю, не про объем задолженности, в данном случае уже, а про обороты РИПО. Соответственно, доля инвеситентов, опять же, возвращаясь к объему, она достаточно, в общем, здесь у нас стабильна. По видам сделок. Видам сделок, это у нас, напомню вам, РИПО заключается как за собственный счет, либо это, в словом, брокерское, либо отдельное РИПО, по счету рейтингового управления. Соответственно, здесь вы видите, что несколько сократилось брокерское РИПО с преувеличением, правда, увеличением относительно нуля, но, тем не менее, появляется в некоторых, хотя бы различимый сегмент РИПО, брокерское управление. Валюта сделана. По валюте небольшой рост РИПО в доллар был отмечен. Ну, про РИПО в евро, в принципе, здесь, с учетом малости этих цифр, в принципе, говорит, наверное, особенная местность, по-прежнему, РИПО на порядка 97% составляет рублевая РИПО. Дальше. Тоже традиционно достаточно важная диаграмма по виду обеспечения, собственно, какие бумаги в основном РИПО варится. Здесь структура, опять же, могу сказать, что совсем принципиально изменений не уцепел, но, тем не менее, тоже достаточно важная тема. Здесь основным, естественно, является гособлигацией акции и корпоративной облигацией, но если посмотреть на, в первую очередь, распределение между этими сегментами, после этого, естественно, доля гособлигаций растет. Мы говорили об этом еще про результаты прошлого исследования, но сейчас эта тенденция продолжится. То есть, увеличивается доля гособлигаций акции за счет противных и суббиральных сегментов. Дальше, соответственно, диаграмма показывает такое же распределение для биржевого РИПО, и, в принципе, она как раз подтверждает то же самое концепт. Дальше. Это, собственно, выводы, о которых я уже говорил. Еще один чрезвычайно важный разъезд нашего исследования это сроки РИПО. Здесь уже вчера отмечалась некоторая тенденция к удлинению сроков РИПО. Результаты сильно не подтверждают. Здесь видно, что... При том, что РИПО по-прежнему у нас краткосрочные, понятно, что у нас дневное и однодневное, в общем, их доля несколько уменьшилась. Доля в РИПО в периоде 2-7 дней опять же несколько возросла, но здесь, естественно, вопрос возникает, не являясь ли РИПО через закономерное, как традиционная тема. Здесь гораздо важнее посмотреть диапазон РИПО в 8-15 дней, которое было менее 2%, стало более 3%. Понятно, что, вроде бы, понятно, цифры не очень большие, но с учетом общего объема рынка РИПО и относительного изменения это достаточно существенный момент. И, в общем, я думаю, что это как раз продолжение дневной тенденции, о которой, опять же, мы уже вчера говорили. По биржевому рынку... Следующая диаграмма. По биржевому рынку картина тоже подтверждает то, о чем я уже сейчас только что говорил. Если говорить про общие роды, то, опять же, здесь можно говорить, что, конечно, насыщая по прежнему свет короткая, но тенденция к негативному влечению присутствует. Я думаю, что дальше, с учетом того, о чем я думаю, если буду еще укладить на панели, тенденция, я имею в виду по изменению видов РИПО, я думаю, что этот тренд продолжится. Последний разрез, это юридическое оформление сделок РИПО, на основании чего заключаются сделки. Естественно, здесь доля сделок, которые заключаются на основании биржевых правил, она приваривающая, по-прежнему. Но, тем не менее, как вы видите, произошло ее достаточно заметное сокращение на 6%. В основном, за счет того, что выросла доля сделок РИПО, которые заключаются на основании либо стандарта МФА, либо собственного договора. Вот, коллеги, собственно говоря, это все, что сейчас хотелось сказать по результатам нашего третьего уже исследования. Я считаю, что очень важно, что вот эти исследования у нас уже стали некоторой нормой и элементом нашего, нашей председневной среди РИПО. Спасибо не только естественным фанамом и тем участникам, которые приняли участие в этом месте в этом исследовании. Спасибо, Игорь. Хочу сказать, что исследование РИПО это очень действительно важный статистический материал, показывающий перспективы рынка и самое главное обращающее внимание регуляторов на значимость этого рынка, потому что тот рост, который мы имеем по РИПО, говорит о том, что потенциал был далеко не исчерпан, но при этом темпы несколько снижаются. И регуляторы уже здесь задумываются и о финансовой стабилизии, потому что вчера в России в 2008 год не является бизнесом отдельно только вещи, связанные с РИПО, говорят о том, что будет что-то нестабильное. И финансовая стабилизация очень важная вещь. Сентральный банк, как я уже вчера говорил, на ежедневной основе билет всю кармину в РИПО и создание реквизитария значительно снизит, скажем так, издержки участников, регуляторов на предоставление такой информации. И я думаю, что следующий отзор РИПО будет через полгода. Он будет уже основываться не на 79 участников, а практически на полной самолюбности заключенного в ДВЕКО. Потому что там не умирали в процессе в РИПО.